Сказка ложда в ней намек, говорит народная мудрость. А на кого намекают персонажи русских сказок? И есть ли у них реальные прототипы? Библиотека номер 18 Северного округа решила разобраться, что же означает образ кота в русских народных сказках. В сказках всех народов мира довольно часто можно встретить истории, связанные с кошками. Будь то маленькие домашние зверьки или их дикие собратья. Они играли все роли, от спутников ведьм и колдунов до разумных и добрых существ. Наш славянский фольклор тоже содержит немало подобных сказаний. Обычно кошка представляется хранительницей домашнего очага и уюта, помощницей домового и оберегом семьи. Кота считали мудрым существом, способным общаться с потусторонними силами. Сам бог Велес покровительствовал этим животным. Мохнатый кот являлся его священным тотемом и спутником. В древнеславянской мифологии есть легенда происхождения кошек на земле. Странствовал когда-то Велес, покровитель животных, по земле и остановился вечером у стога сена переночевать. В котомке у него был хлеб, а ночью мышки наружки хлеб-то весь и погрызли. Рассердился Велес, швырнул в мышь свою рукавицу, а рукавица-то превратилась в кошку. С той поры и начался кошачий род. В некоторых русских сказках появляется кот, когда кто-либо из героев заблудится в лесу. Кот выступает спасителем, указывает путь исчаще. Он изначально дружелюбен по отношению к главному герою, помогает ему по своей инициативе и совершенно бескорыстно, а затем исчезает. К этому же доброму образу относятся и коты из более детских поучительных историй, в которых действуют только одни животные. Например, кот и петух, где кот спасает незадачливого петушка из лап похитившей его лисы. Еще кот, как правило черный, является постоянным спутником Бабы-Яги. В этих сказках он не является активным действующим лицом в принципе. Он просто есть, как некий неотъемлемый атрибут. Коты, баюкивающие младенцев в колыбельных песнях, самый частый персонаж. Именно котеньку-котка приглашают матери к люлькам своих младенцев, чтобы качать их, напевать им сладкие песни и охранять их сны. Однако существовала и другая темная сторона роли кошек в культуре. Знаменитый сказочный персонаж кот Баюн прославился не только как обладатель волшебного исцеляющего голоса. В некоторых сказках он появлялся перед нами огромным и сильным, коварным и злым существом, готовым расправиться со всяким, кто не справится с его колдовством. По преданиям, кот Баюн жил в лесах, вдали от людей и не слишком любил гостей. Зверь сидел на железном столбе и, когда видел приближающегося путника, начинал мурлыкать и заговаривать его. Усыпив бдительность человека, тот бросался на него, убивал и съедал. Из-за способности говорить мифического зверя и назвали Баюн от слова «баять» значит «болтать», «разговаривать». Именно отсюда и пошло всем известное слово «убаюкивать» – усыплять, лишать бдительности. Несмотря на опасность, встречи с котом искали специально, ведь он мог излечить от хворей и даже подарить своим мурлыканям вечную жизнь. Поэтому кот Баюн был желанной добычей для царей, колдунов и ведьм, которые, чтобы не рисковать, отправляли на его поиски других. Зверь с остальными когтями и клыками издалека видел гостя и заводил свои разговоры за целую версту, поэтому застать его врасплох было нельзя. Герой многих болин отправляется на поиски страшного кота, но только самым отважным и хитрым удается изловить кота-колдуна. Можно ли сказать, что мифический кот Баюн существовал на самом деле? Был ли у него реальный прототип и о каком исцеляющем животном повествуют наши предки? А может он собирательный образ нескольких животных? Поиск прототипа сказочного персонажа похож на игру в загадке. Все описания героя – это вопросы, на которые нужно найти ответы. Чтобы вычислить животные или животных, претендующих на роль кота-людоеда, рассмотрим созданный в сказках образ Баюна. Этот персонаж обитал в мертвом лесу, где кроме него нет никакой другой живности. Иногда его помещали в тридевятое царство, находившееся за тридесять земель, и называли хозяином этой территории. Увидеть его можно было сидящим на высоком, иногда железном столбе. Баюн обладал огромными размерами и волшебным голосом, который можно было далеко слышать. Тридевятым царством за тридесять земель в русских сказках называли края, опасть которой можно было, миновав три десятка земель. Странные, окружавшие русские владения с севера, юга и запада, были знакомы русичам. С ними они давно имели торговые, политические и культурные отношения. Неизведанными были только земли, лежавшие за владениями печенегов. Тогда, может быть, это была Сибирь и Дальний Восток? Вполне возможно. Русские впервые стали проникать в Сибирь еще в первой половине XI века. Новгородцы совершали в сибирской земле плавание на ладьях из Белого моря в Карское, а далее вниз по рекам Обьи, Енисей и другим. Они плавали за ценными мехами, которые покупали у местных жителей – кетов, якутов, тувинцев, ивенков, бурятов и других. От этих же народов русские купцы могли слышать о сибирском или дальневосточном звере, который в народных сказках трансформировался уже в кота-баюна. Сказания о том, что он сидит на высоком столбе, сразу наводят на мысли о рысе. В таежных рассказах писателей-охотников эта хищница нападает на жертву с дерева. Там же она подолгу сидит в засаде. Но никогда не было известно случая нападения рыси на человека. Она слишком мала, чтобы справиться с ним. Людоедом она быть не может. Значит, огромные размеры, сильный голос и недюжинную силу Байон заимствовал у другого хищника. Животное, которое, вероятнее всего, положило начало таким сказкам и преданиям – это амурский или уссурийский тигр. В его пользу говорят следующие факты. Во-первых, в те далекие времена ареал обитания тигров был куда обширнее нынешнего. Этого грозного хищника можно было встретить на востоке Центральной Азии до Аляски, на юге Сибирского края и даже на побережьях Хаспийского моря. Во-вторых, тигр является самым крупным из кошачьих. В холке он достигает метровой высоты, а масса его тела доходит до 350 кг. Тигр настолько силен, что не терпит никаких конкурентов в местах своего обитания. Его владения погидают все другие хищные звери – волки и даже медведи. Путешественник и географ Арсентьев не раз писал об этом в своих книгах, посвященных диким краям Дальнего Востока. «Вот тебе и настоящий владыка далеких земель Тридевятого царства». Что касается людоедства. Этим качеством чаще славится бенгальский тигр. И тонн людей нападают лишь старые и больные хищники, не способные выследить и убить крупную и сильную добычу. То же самое относится и к амурскому тигру. Обладая огромной силой и размером, он даже больной и ослабший, легко победит человека, вооруженного копьем или ножом. Ведь полосатый хищник охотится на самых крупных копытных – кабанов, оленей и даже на гигантов лосей. А в тяжелое зимнее время он может вынуть из берлоги и медведя. Но как рысь и грозный тигр могли превратиться в русских сказаниях в домашнего кота? Представьте, вернулся из далекой Сибири новгородский купец с пушниной и начал рассказывать про чудеса, увиденные и услышанные там. Рассказывая историю о тигре-людоеде, он мог сравнить его с европейской рысью. А тем, кто не видал рыси, мог объяснить, что тигр – это как домашний рыжий кузька, только размером с лошадь. Так и объединил Кот Баюн в себе трех разных зверей. Но не во всех сказках Кот Баюн выступает в роли злобного и жуткого персонажа. Вот, например, сказка из книги «Мифы русского народа», автором которой является Георгий Науменко, рассказывает. Кот Смеркается. На улице становится темно и пустынно. По улице идет Кот Баюн. На хвосте у него два узелка висят. На спине два котенка сидят. Подходит он к дому, отворяет окно и подает котенка. Девочка увидала, обрадовалась и говорит, «Какой котенок хорошенький, пригоженький. Возьму его себе». Забрала девочка котенка, легла спать. Кот Баюн доволен. Развязал один узелок, выпустил сон и Дрому на волю и мурлыкает. «Мур-мур-мур, усни». Девочку сладкий сон стал одолевать. Дрому на глаза накатилась. И видится ей, что она белочка с золотым орешком с ветки на ветку прыгает. В русских народных сказках животных коты и кошки заняли достойное место. Во многих народных сказках встречаются чаще коты, а не кошки. Это и кот Васька, коток Серый Лобок, и Котофей Котофеевич, и кот Баюн. Читайте сказки и узнаете новые стороны любимых котов. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ